Музей Брест-театральный давно получил статус площадки, где выставляются всегда все самое интересное, творческое, эксклюзивное. И вернисаж «Цирк, цирк, цирк» в очередной раз подтвердил это. Более трехсот образов самых смешных комиков мира представлены на суд публики. В тематическую экспозицию вошли коллекции горожан. Например, подборка от Николая Полторака. Дополнили их экспонаты музея. Тема цирка, наверное, всегда интересна, потому что цирк – это цирк. Я не знаю, что можно сказать о том, что это цирк, потому что ты приходишь, приходишь получать удовольствие, приходишь радоваться, смеяться. Плакать, переживать за акробатов или за гимнастов, которые под куплом все ахают, охают, упадут, не упадут. Это такие ощущения, которые нельзя просто передать словами, приходите в цирк, смотрите и восхищайтесь им. Но, естественно, люди, которые развлекают в промежутках между номерами – это клоуны. История советского цирка – это гениальные клоуны, такие как Олег Попов, Юрий Никулин, Карандаш. Их не много, но их знает весь мир. Именно они вышли из нашего цирка, и поэтому мы о них тоже рассказываем. А знали ли вы, что выражение «шут Гороховы» пошло в старину от предметов, входящих в образ Васильчака? Или чем отличаются между собой Петрушка и Скоморох? А вот юные экскурсоводы – воспитанники объединения «История театра» готовы и показать, и рассказать. Скоморохи выступали на ярмарках для детей. Отличить их от других артистов можно было тем, что у них было два ушка, и одеты они были в двухцветную одежду. Одна сторона одного цвета, другая другого. Необычные фигурки из Белоруссии, Украины, Германии, Болгарии, Румынии и даже из Коста-Рики на время стали гостями музея 12-й школы. Грустные и смешные, яркие и экстравагантные. Каждый образ имеет свою неповторимую изюминку и колорит. Здесь около 300 у нас экспонатов представлены, но представлен не только Николай Полторак, а еще вот, в частности, вот такого, и несколько клонов нам дала тоже наша коллекционер города Галина Масюк. Вот, ну вот один из оригинальных, почему я попросила ее еще поучаствовать в выставке, потому что обычно клоны как-то они все такие вот, ну как клоны, белые, раскрашенные, с белым лицом, с красным носом, там или вот пьеро грустные. А это вот такой забавный, в то время очень такой хитрый, это орликин, то есть это тоже один из видов клоунов венецианских, очень оригинально представлен в нашей коллекции. 2019-й знаков для культурной общественности. Сто лет отмечает в этом году российский цирк «60 белорусский». Сколько людей создавали на протяжении десятилетий эти яркие образы, внеся в них что-то свое. Именно благодаря их творчеству и продолжает существовать жанр клоунады, а вместе с ним и модель клоуна, забавного шутника, воплощенного и в жизни, и в искусстве в виде необычных подделок и ярких творческих работ. Их горожане, и гости областного центра могут увидеть в музее Брест-театральной 12-й школы до 12 декабря.